Всем привет! Мы приехали на Half Moon Bay, называется, к океану. Ехали мы примерно час от того места, где мы сейчас живем, в Mountain View. И хотим показать вам красоту, как здесь здорово. Вот какая здесь скульптура природная из песка. Вот так тут красиво вокруг. Там вот какие-то цветочки сиреневые. Немножко пасмурно, поскольку часто бывает, что возле океана тучки, облака. Но все равно очень красиво. Вот поделились с вами немножечко океаном, тихим океаном в Калифорнии. Я хочу показать прежде всего вот эту вот ракушку, которую Ева увидела сейчас. Посмотрите, она совсем свеженькая. Ну, в смысле, не запачканная. И вот она с мою руку практически. Она открывается. Огромная. Ее нельзя открывать и закрывать. И внутри вот такая. Внутри маленькая, да. Вот ракушку, можно что-то спрятать. Посмотрите, океан. Холодно. Ну, как холодно. Ощущается, как градусов 16-17. Вот так вот. С ветром. Ева. Океан бушует. Там нет такого ветра, как тут. Папа нашел для нас укромное местечко. Я хотела сначала возле этой глыбы. Смотрите, закуски я собрала. Ух ты, там лужа даже есть, Ева. Но тебе в ней возиться нельзя. Сегодня прохладно. Уже вечер. О, правда, здесь нет ветра. Как тихо. А сколько тут ракушек, правда. Покажи. Вот. Какая красивая. Да, здесь тихо. Здорово. Ты придумал, папа Виталик. Так? Мы в таком ущелье спрятались. А тут водичка. Не подходи. Я сижу, посмотрела на телефоне. В Лос-Алтас, ну, собственно, как и в Маунтин-Вью, они рядом, городки, показывают, что сейчас 19 градусов. А здесь, где мы находимся, 14. Представляете? 14 градусов. Вот такая разница на побережье. Ну, и я посмотрела на всю неделю. Где-то вот в этом месте всегда 14, 14, 14, 15. Вот на этой, на следующей неделе и на остаток этой. А в Маунтин-Вью и в Лос-Алтас показывают 22, 23 градуса. В общем, разница большая. Здесь мы практически уже возле Сан-Франциско. Сан-Франциско, и тем более побережье Сан-Франциско, это очень такие прохладные места бывают. Вот представьте, такая разница почти, если брать по Цельсию, это градусов 7 разницы. Даже не 7, так 6, 7, 8, 7, 8, 9 градусов где-то разница. Ну, может быть, в другие, так сказать-то, в другие сезоны, может быть, летом там не такая большая разница будет, я не знаю. Но вот сейчас очень прохладно здесь. Ой, я прям замерзла. И кофе-то еще остыл. Был бы горяченький. Сейчас уже, наверное, будем собираться, потому что, наверное, часов 7 уже. Океан шумит, воздух такой, конечно, очень сильно расслабляешься, очень хорошо действует океан на организм. Вообще так отдыхаешь душой и телом. Очень потом приятное такое послевкусие, очень приятное такое ощущение, когда ты едешь в машине домой с отдыха, с океана. Не передать, не знаю, может, не у всех так, но вот у нас так. Прям едешь такой расслабленный, весь такой умиротворенный, о проблемах забывший. Очень-очень приятное такое ощущение. это я вот такой синий человечек, синий-красный. Хотела сказать... Виталька с Евой ползает на заднем плане. Ой, я уже отползалась, села, короче, и хочу с вами поболтать. Мы прогулялись, покушали, в общем, ладно. Сейчас я села посидеть, отдохнуть и что-то хотела вам сказать. А, мне спрашивали, как там насчет учебы. Так ведь одно видео назад, через одно видео назад, я делала видео как раз о нашей учебе, о том, что оно уже подходит к концу. Вот. Уже Виталик сейчас записался на... Называется это Интерншип Интерншип Клиренс. Вот. Собо слово. Интерншип Клиренс. Вот. Там нужно подготовить определенный пакет, определенный ответы на... Там нужно историю о себе, свои слабые стороны. Ну, в общем, какие-то такие вот, которые обычно на собеседование документы кое-какие нужно прислать. В общем, определенный там список прислали ему. Аня прислала. Вот. И Виталик сейчас все будет подготовить, отправить. И уже, наверное, может, на следующей неделе уже начнет ходить по собеседованию на Интерншип. Я пока временю, поскольку вот-вот каникулы начнутся, не знаем еще, что делать, потому что Оля, которая должна была приехать, они были у Михаила, в общем, поговорили. В общем, они начнут, дочка ее начнет осенью учиться через одну группу. Вот. Мама тоже у меня пока еще, ну, ничего не решено с визой. Там есть, ну, некоторые задержки, есть причины. Вот. Она не может прямо сейчас приехать. И тогда отправим сейчас Виталика. Я с Евой пока на каникулах. Да, Евочка? Ага. Вот. Потому что Евочка все-таки у нас, да, на первом плане. Мы же ее не можем бросить, правда? Да. Вот. Если бы мне сразу работу найти, другое дело оплачиваемое. А если бесплатную практику или там, не знаю, ну, даже практика вряд ли будет, даже если платная, вряд ли она будет больше от 15 долларов. Вот. А няня стоит 15 долларов. Но, конечно, если бы мне получить платную практику, что я очень сомневаюсь, потому что платная практика, она, знаете, там таким, может быть, очень... Хотя, всем, кто... Я не знаю. Я не знаю, но я просто так думаю, размышляю. Мне кажется, что платная практика тем, кто, ну, как бы, так сказать, как на золотую медаль, может, идет, обучается. Я не сказать, что я, конечно, старалась. Все, но не с золотой медалью оканчиваю школу. Вот. Я еще хочу немножко тоже и учить, и дальше буду учить, и летом буду учить. В общем, Виталик пойдет на практику, тоже у меня будет тот, как сказать, помогать и наставлять. Вот. А как только мама приедет или как изменятся наши обстоятельства, то, конечно же, я бы тоже хотела поработать, попробовать практику тоже. Мне же практика, знаете, теория теория, а практика есть практика, когда ты можешь своими руками попробовать, да, плюс посмотреть этот весь процесс, как он на работе, все это происходит. С практики легче идти на работу, как мне кажется, с практики легче, поскольку ты уже побывал в этой атмосфере, и ты уже как бы со всей серьезностью можешь сказать, да, я знаю, что это такое, и как это работает, и как работать, то есть я могу. Вот. А когда без практики не попробовать, идти искать работу, вообще еще страшнее, мне кажется. Вот. Буду подтягивать язык, ищу с кем, а, я уже вам до этого сказала, да, я ищу с кем бы мне поразговаривать, с носителем языка, в общем, сейчас тоже ищу информацию. Мне туда покидали подписчики некоторые сайты, надо тоже их рассмотреть, посмотреть, как это работает, чтобы именно разговориться. Вот. Такие планы на лето, грандиозные. Виталий, короче, у нас стартует первый. Очень надеюсь, что его возьмут. Очень надеюсь. Вот он сейчас готовится. А мы готовимся к каникулам. Короче, осталось меньше двух недель, и будут каникулы. Два с половиной месяца будут каникулы. В августе уже они снова идут в школу учиться. В общем, это будет первый класс у Евы в августе. Киндергарден подготовительный, мы заканчиваем. Вот моя главная работа всей моей жизни. Да, Евочка? Да. Ты моя главная работа. Там мух, я тоже не пойду. Не пойдешь? Там куча мух. Куча мух. Да. Ну да, серьезно. Вот о ком. Надо позаботиться. Счастье какое растет. Да. А как вот тоже на целый день? На целый день тоже вот так вот. Она растет. Ей нужно внимание родителей. Ей нужно... Девочка, на коленку не вставай, мокрая будет. Ага. Вот. Не знаю, как вот так вот на целый день. Ладно, повзрослее еще было, другое дело. Совсем малое дело-то, еще пять с половиной лет. На целый день с утра до вечера бросать ее на няню. Но зачем-то дорожать ребенка, я не знаю, чтобы бросать... Конечно, потом, когда уже там первый, второй, может, третий класс. Да, когда родители работают оба, то приходится. Но пока вот такая ситуация будем временить. И я язык подтяну. И когда пойдет Ева в школу, чтобы хотя бы няня была на часа четыре, не больше. Вот. Такие дела. А может и мама приедет. Представьте, если мама приедет, вообще было бы здорово. У меня бы руки развязались очень хорошо. все-таки с бабушкой это... Бабушка у нас... Я как бы не сомневаюсь, что с бабушкой она в надежных руках будет. Все-таки это... Бабушка есть бабушка, это не няня, не чужой человек. Она и с ней позанимается, и я знаю, что она к ней хорошо будет относиться, сто процентов. Я тут, кстати, осваиваю Sony Vegas программу. Вообще, конечно, темный лес, но я уже там почти сделала интро. Почти сделала. Стала сохранять что-то там это самое, вроде получилось у меня там всякие эффекты, л-л-л-л-л. Короче, музыку наложила. Стала сохранять, бамс, все у меня пропало. То ли из-за того, что это у меня пробная версия, а может из-за этого, а может я что-то не на то нажала, на что-то не на то. И все, представляете, столько трудов. Полночи, наверное, полпятого только легла. Всю ночь трудилась, сделала, взяла все, стерла. У меня все пропало куда-то. Как куда пропало? Чуть не плакала. Ну, в общем, осваиваю эту программу, хочу чего-то там, знаете, попробовать, научиться. Вот, сделала. Спасибо за отзывы насчет... Это было не в Sony Vegas сделано. Многие спрашивали вот этот вот... Как называть? С трейлер к каналу я сделала в iMovie. iMovie на айфоне. Это программа Apple. Она у меня на айфоне. Я на этой... В этой программе все ролики монтирую. И вот я увидела, что там можно трейлер сделать и попытала... Слушайте, я уже, по-моему, посинела. Я попыталась сделать и получилось. Спасибо. Я думала всем я тут... Ой, скажут, да ты чего? Куда ты лезешь? Нет, похвалили. Спасибо. Значит, я не зря старалась. Один, только один. Один единственный. Ни одного комментария я не стерла под этим видео. И один единственный написал. Ну да, что есть, что есть. Первый бринком. так он первый хоть бы сказал. Ну, для первого раза нормально. Ведь первый раз не всегда получается идеально. Ну ладно, я не обижаюсь. Как бы честное мнение. Ладно, я знаю, что как бы не идеально. Но все равно там, я не знаю, очень много комментариев. Все остальные, кроме одного, все похвалили. и приятно, что увидели, что как бы немалый труд там. Ну, конечно, это не сложно. А если вы зайдете в эту iMovie, попробуйте, и у вас получится. Только нужно немножко... Знаете, самое сложное, это выискивать кусочки вот эти, там же 0,8 секунд, там, ну в пределах 10 секунд нужно вот эти маленькие кусочки отыскивать среди больших кусков видео, чтобы у вас была какая-то логика. То есть, там, путешествие, там, самолет найти из большого видео, где-то пока самолет показывал. Вот это вот, нужно маленькие вырезки вот этих кусочек, кусочки вот эти из видео нужно вставлять, вставлять, вставлять туда. Вот, надписи менять. Ну так, не сложно, не сложно, но кропотливо. Поехали домой? Нагулялись? Да, вон дяденька пришел рыбачить. Всем пока-пока. Интересно, что он ловит. Бай-бай. Поедем сейчас домой.